Почему люди спиваются? Вот взять, допустим, человека, который спивается, взять этого человека и просто смоделировать ситуацию, забрать у него спиртное, не давать ему пить. Что будет с этим человеком, как вы думаете? Ничего не поменять его в жизни и просто не дать ему пить. Что с ним будет? А? Нет, курить не давать, пить не давать, ничего не давать. Что с ним будет? Он просто будет инфаркт, инсульт, психбольница. Попытайтесь понять, почему люди пьют. Потому что они не могут снять с себя напряжение. Напряжение идет от экзаменов жизни. Эти экзамены надо сдавать внутри сердца, потому что есть внутренняя жизнь. А люди в основном даже не понимают, что есть внутренняя жизнь. Они не знают ничего об этом. Они не знают, что сердце можно счастьем изнутри наполнить. Не обязательно от внешних событий его наполнять. Вот дом построил, я буду счастлив, нет, буду мучиться. Есть другие источники счастья внутренние. Называется верность, любовь, доброта, красота человеческая. Они не зависят от количества денег, эти источники внутреннего счастья. Но они зависят от наших усилий. Если мы не хотим работать над собой, мы их не увидим, эти источники. А когда мы их видим, нас расслабляет, уже не надо пить, курить. Вот эти внешние способы тонизирования означают, что ты внутренних не имеешь просто и все. А жить человек не сможет просто так. Если он не пьет, он или с ума сойдет, или будет инсульт, инфаркт, что-то произойдет с ним. Но он не сможет жить. Поэтому он и чувствует, что он жить не может. Его как бы опасность, он чувствует опасность, выпивает и расслабляется. Но если человеку не дали инструменты, как жить правильно, что ему остается делать? У него сейчас, у вашего брата, идет тяжелый период. Этот тяжелый период еще два года прогреться. Он будет пить и пить, пить и пить, потому что он не знает, что делать. Спасибо. 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 Спасибо.